Привет, боец! Я продолжаю свои видео уроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видео урока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Его связка руки-ноги, то есть работа для рук и ног одновременно, то есть чтобы ты как боец мог использовать руки-ноги, не задумываясь. То есть после удара руками наносить удары ногами и наоборот сразу нога-нога-рука. То есть это комбинационная работа и при этом работа руками должна быть связана с ногами. То есть как по технике удара мы все это делаем, все удары руками идут от ног с ног, поэтому очень важно их связывать. Ну работа на координации у меня на тренировках всегда идет в процессе, в основном можно делать это после разминочки, несколько упражнений очень полезных таких есть. Ну прежде всего это шаг, да, то есть под шаг, работать под шаг руками, под разноименный шаг или одноименный шаг. Начинать это все нужно с уклона, то есть самое первое упражнение это уклончики под шаг. На левую ногу правое плечо делаем уклончик и шагом на правую ногу делаем левым плечом уклончик. И таким способом работает под правую, под левую. То есть сначала это может быть медленно, да, ну потом это все будет быстрее. И так ты и работаешь, то есть пошел, раз сразу встал, пришелся, да, немножко ручки собрал, прошел и потом пошла работа под шаг. Раз, два, раз, два. И все время, не останавливаясь, ты все время идешь уклончик. Все получилось, отлично. Добавляем теперь прямые удары, например. Пошли под шаг, правый прямой с левой ногой, левый прямой с правой, правый с левой, левый с правой. И потом в движении это все начинаешь работать. То есть здесь важно, чтобы удар вылетал одновременно с шагом. Не после, часто новички особенно, ну разная вообще, разная координация у ребят есть, делай шаг, потом удар. Так, то есть вот, это неправильно, шаг-удар. Или наоборот, начинает делать два шага, четыре удара. Так, то есть это тоже не верно. Здесь именно надо связать одновременное движение. Встал, раз. Когда нога касается пола, тогда кулак полностью, вернее рука полностью выпрямляется, да, кулак касается цели. Вот это движение. Бэм. То есть только мы встали. Бэм. Шаг-удар. Бэм. Одновременно. Бэм. Хорошо. Попали. Все, получается. Теперь можно это дело усложнять. И, например, вместо двух прямых, вместо все время прямые, работать каждый третий. Шаг боковой, например. Встал и пошел. Раз, два, три. Раз, два, три. Шаг без удара не делаешь. Все время идет работа. Встал. Раз, два, три. После бокового сразу шаг с прямым. Раз, два, три. И работа пошла в движение все время. Раз, два, три. Раз, два. На три счета себе. Работаешь постоянно идешь. То же самое можно делать, добавляя пиркоты. То есть и разнообразить вот эти прямые, да. То есть чуть-чуть учишься уже работать серийно. Не просто прямые бить под шаг. Когда это все получается, нормально. Можно работать спиной вперед. Это более сложно, так как здесь идет уже работа под одноименную ногу. То есть если мы, когда идем вперед, бьем правый прямой под левую ногу, да. То назад, когда мы идем, мы бьем правый прямой под правую ногу. То есть мы остаемся в этой стоечке. Движение, положение тела такое же, да. Правая рука, левая нога впереди. Но так как мы идем назад, то нога получается удар с одноименной ногой. Левая нога, левая рука. Правая нога, правая рука. И все время ты в этом движении начинаешь идти. То же самое, когда все отлично получается, можно добавлять разный удар. Боковой, например, третий. Или апперкот. Или два апперкота боковой. То есть два боковых. То есть разнообразно работать серийно. Но одноименная рука, одноименная нога. Также хорошее упражнение, скакалка, само собой, да, это из таких. Так как здесь работают и руки, и ноги, когда прыгаешь. И то же самое можно делать, просто прыгая на месте. Например, со сменой ног встал, прыгаешь со сменой ног. И при этом начинаешь наносить удары руками под одноименную ногу. То есть так, как будто мы идем назад. Правая нога назад, правая рука работает. Тоже отлично развивает координацию. Здесь можно работать или подряд, или с паузами. Например, раз-два пробил, сделал паузу. Опять жду правую ногу. Пробил, паузу. Но так же я могу менять. То есть раз-два, три-четыре. Там три-четыре. Неважно. Задача, чтобы ты прочувствовал этот момент. То есть нога-рука, нога-рука. То же самое вперед. Правая-левая. Левая-правая. Положение тела при ударах всегда должно быть такое, что впереди, ну как сейчас, для координации, впереди опорная нога и противоположная рука делают туда. Все можно делать так же и под одноименную ногу. Это тоже развивает координацию, когда в левосторонней стоечке, например, работаем. Вот ты встал и передвигаешься в левосторонней стоечке. И отсюда ты так же работаешь, но уже одноименную. Левая нога, левая рука. Раз. Правую ногу подставляешь, остаешься. То есть левый прямой ты все время бьешь под левую ногу. Вот левый прямой, левая нога. Все. Левый прямой, левая нога. Вот это отличное положение, отличное движение всего. Левый прямой, левая нога. Бам, бам, бам. Все. Так же такая же работа может быть, как под одноименную, с правой теперь, да? То же самое под правой. Левый прямой, левая нога. Правый прямой, с правой ногой. С раз, два. Четкая отработка двойки с подшагом. Это тоже координация. Так же координация, как мы делали с шагом. То есть под левый прямой, правая нога можно добавлять на каждый третий шаг мах ногой. Раз, два, три. Мах. И когда мы делаем мах, рукой перекрестно достать до носочка. Раз, два. На туда. И опять. Раз, два. Можно под правую. То есть то же самое. Все. Раз, два, три. Достали. И под правую. Раз, два, три. Достали. Под левую. И в таком режиме работа. То есть вот это основные такие упражнения именно развития бойцовской координации. Связки, руки, ноги. Работа под шаг. Лицом вперед, спиной вперед. Добавлять разнообразные удары руками. Добавлять удар мах ногой, колено. То есть все это немножко связано. И прыжки, конечно. Скакалка или без скакалки в таком же режиме. Вот это в принципе и все. Удачи в тренировках. Развивай координацию. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...